МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это реконструкция канализационных очистных сооружений. Проект действительно инженерно крайне сложный. Это связано с тем, что мы проводим не новое строительство, а реконструкцию. То есть все работы проводятся на действующем оборудовании. Мы не можем ни на минуту остановить процесс очистки источных вод по понятным причинам. И возникают регулярно непростые инженерные задачи, по которым приходится принимать и сложные технические решения, и сложные управленческие решения. Но все задачи решили в срок. Кроме того, по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году завершилось благоустройство сквера за зданием администрации. Все проекты выполнены вовремя, с надлежащим качеством и с полным кассовым освоением, отметил Алексей Сафонов. Глава города предложил оценить реализацию нацпроектов в Сарове как надлежащую. С этой оценкой ранее согласились в областном правительстве. Депутаты единогласно поддержали. Расскажем часть наших планов на 2023 год. В рамках национальных проектов это продолжение реализации сквера, следующий этап, это уже окончание реализации, реконструкции и техническое перевооружение конвенционных очистных сооружений города Сарова. А также в рамках АИПов это наши крупные объекты, это объекты транспортной инфраструктуры улицы Негина, Чапаева, Чкалова. Также окончание строительства школы по улице Зорби и Центр культурного развития. На заседании приняли бюджет Саров на следующий год. Доходы составят более 4,5 миллиардов рублей. Расходы более 4,6 миллиардов. Дефицит бюджета 100 миллионов. Основная статья расходов традиционно на образование. 300 миллионов заложено на строительство. Кроме того, в статьях бюджета отразили указание президента повысить зарплаты бюджетников. Предусмотрено средство на выполнение индикаторов по уровню заработных плат педагогов, включая педагогов дополнительного образования детей, педагогов дошкольных организаций не ниже 44 тысяч 360 рублей в месяц, что выше на 15,5% по сравнению с индикатором, предусмотренным в первоначальном бюджете на 2022 год. Поработникам культуры и спорта средняя заработная плата, предусмотренная в бюджете 2023 года, увеличена более чем на 7 тысяч рублей по сравнению с заработной платой по первоначальному бюджету на 2022 год. Оживленные дискуссии вызвал вопрос приватизации муниципального имущества, а именно преобразование МУП, центра ЖКХ и комбината школьного питания в акционерное общество. Напомним, по закону, до 2025 года муниципальные предприятия должны изменить форму собственности. Однако участие депутатов преобразования МУПов в АО вызвало опасения. Их и брал муниципалитет под свое крыло, чтобы обеспечивать качественные услуги населению. Если мы рассматриваем вопрос перехода их в акционерное общество, на наш взгляд это большой риск. Опять же, акционерное общество может и обанкротиться. Это тоже такой риск имеет место, и мы его оценивали. Сейчас в определенной степени голосуем за черный ящик. То есть вот вам предлагается история, которую мы до конца не понимаем. Администрация вносит прогнозный план реорганизации, где пишет акционерное общество, форму реорганизации. Потом говорит, да мы внесем потом условия, а там все по-другому. Вносит условия, а там акционерное общество. Мы спрашиваем, а почему? Прошу, это же ваше решение. Депутаты приняли прогнозный план приватизации, при этом исключив оттуда статью про приватизацию МУПов. К этому вопросу решили вернуться на заседание профильного комитета. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В минувшие выходные Саров утонул в сугробах из-за сильного снегопада. Дороги и тротуары замело. Снегопад сменился оттепелью. И теперь под ногами у саровчан слякоть и гололед. Узнаем у горожан, как они оценивают уборку дорог и тротуаров за последние несколько дней. Пока оценка не удовлетворительна. А где не расчищено? Да вот тротуары. Не посыпаны песком даже. Идти очень скользко. Поехать можно, пройти с трудом. А выходные как? Чистили? Ну, в выходные не знаю. Я старался не выходить, но в выходные... Все вообще не чистят. А выходные? В выходные, а когда снег-то пошел, буквально недавно. По-моему, ни разу не чистили. Ну, вот так вот неожиданно, наверное, зима настала. А где вот не чищено? Ну, я только в этом районе. Да по всему городу, кстати. И ругаются из-за города. Приезжает, тоже там, тоже беда. Оценка, ну, наверное, где-нибудь 6 за субботу и воскресенье. Учитывая, что я вот так пробирался. Раз, два, три. Ну, а так в целом неплохо. Ну, только гололед, но в целом все хорошо. В связи со сильным снегопадом в выходные дни ДЭП привлек дополнительную технику и рабочих для расчистки города. В субботу бабкеты убирали снег на узких тротуарах и в скверах. Сотрудники ДЭПа вышли и в ночную смену. Пока горожане спали, на дорогах работали 6 единиц техники. На следующий день на борьбу со снегопадом вышли 19 снегоуборочных машин. Погрузчиков, самосвалов, грейдеров. Всего за воскресенье вывезли 804 тонны снега и использовали 123 тонны противогололедных материалов. Мы людей вызвали с их выходных дней по приказу. Мы их обзвонили, попросили, чтобы они вышли на работу. Они согласились, вышли на работу. Это именно наше. Привлеченной техники у нас пока нет. Пока мы обходимся своей потихонечку. За это время ДЭП успел почистить автобусные маршруты и загородные дороги у КПП. Вслед за снегопадом пришла оттепель. За ночь растаявший снег превратился в гололед. ДЭП обрабатывает дороги противогололедными материалами. Сейчас тракторы посыпают тротуары и дороги первой очереди. Всего за день ДЭП может убрать только три улицы. Дороги второй и третьей очереди мы еще даже не попали. То есть ни трактора, ни грейдера, ни плужно-щелочный пескоразбрасыватель туда, к сожалению, не попадали. Потому что ночью мы ставили дежурную смену только на очистку дорог, в первую очередь автобусные маршруты. Это у нас ходило два пескоразбрасывателя, два трактора и один грейдер. ДЭП продолжает очищать остальные проезжие и пешеходные дороги. Бабкеты работают в автобусных карманах и у пешеходных переходов. Убирают снежные валы. По вопросам уборки снега на дорогах Сарова обращайтесь по телефону. 9-92-18. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более 180 студентов, аспирантов и молодых специалистов из разных городов России собрались в технопарке. С 5 по 9 декабря здесь прошла первая всероссийская школа-семинар НЦФМ по математическому моделированию на суперкомпьютерах экса и зета-флопсной производительности. География школ НЦФМ расширяется. Традиционно сюда приезжают участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Снежинска, Нижнего Новгорода и Сарова. К списку городов-участников присоединились Кемерово, Владивосток и Сочи. Интересное направление послушать про гидродинамику и ожидание интересной лекции. Посидеть, нас водиться. Организация прекрасная, нас накормили с поездки. Очень приятно, новые корпуса, все шикарно работает. Ожидаю увидеть людей, которые занимаются этим, общаться с ними, узнать, чем вообще эта область живет, скажем так. Ну и в целом посмотреть на центр, на Саров, потому что рассматриваю как перспективу для поступления в УЗБРН. Лекции участникам читали ученые и специалисты из ведущих научных институтов и вузов страны. Программа школы была насыщена и практическими занятиями по работе с отечественным софтом. Программным пакетом «Логос», разработанным «Урфиац» в НИЕФ для проведения расчетов по математическому моделированию различных физических процессов. Сегодня посчитать можно все. Ну, почти все. И с этой точки зрения, интерес у всех. Интерес у промышленности, интерес у коммерции, интерес у науки, безусловно, да. Вот Нидер Валерий сказал о доступности компьютерных технологий. Да, с одной стороны это так, но с другой, для того, чтобы этим воспользоваться, нужно решить очень много нидеревиальных задач. Нужно понимать, как проходить этот путь от постановки задачи до получения осмысленных результатов. Молодежь должна знать о новейших разработках, куда мы движемся, то есть направление работы. В данном случае я считаю, что эта школа проходит все-таки по вычислительной прикладной математике. И это очень важно, потому что от нас именно прикладные разработки как раз требуют наше правительство. И это как раз необходимо не только нашей стороне, но и во всем мире. Также у участников школы была возможность представить свой доклад по научной работе и получить консультационную поддержку от ведущих ученых в сфере вычислительных технологий. Одна из ключевых задач проведения таких школ НЦФМ – привлечение к работе талантливых молодых ученых. Технопарк идет в ногу со временем и делает все, чтобы на время работы школы лекторы и слушатели чувствовали себя максимально комфортно. Мы стараемся нашей школы делать более интересной, более привлекательной. Из каждой школы мы извлекаем определенные уроки и делаем этот контент более интересным и насыщенным. Конечно же, если говорить про инфраструктуру, у нас еще буквально недавно добавилась заправка электрическая. То есть теперь в технопарк можно приехать на электромобиль и обеспечить его комплексную заправку. Научно-образовательная школа НЦФМ четвертая в этом году. Ранее в Сарове работали над изучением физики нейтрино- и астрофизики, физики высоких энергий и ускорительной техники, а также лазерной физики и лазерных технологий. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. На очередном семинаре с представителями управляющих компаний эксперт по ЖКХ Игорь Кокин сделал обзор важнейших изменений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Начал встречу спикер с мусорной реформы. Тема ТКО продолжает будоражить всю страну. Однако серьезных содержательных изменений в этой сфере так и не произошло. Пока правительство не очень хорошо себе представляет, что со всем этим делать. Мы влезли в эту радость, создали этих региональных операторов, а сейчас пожинаем плоды, потому что очень многие вопросы не были продуманы. Не были продуманы вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок, не были продуманы вопросы, связанные с взаимодействием региональных операторов с операторами. И это все порождает массу проблем. Нижегородская область, одна из немногих, приняла решение об оплате ТКО с квадратного метра. В начале года до Верховного суда дошел спор из нашего региона по поводу перерасчета ТКО из-за отсутствия формулы по вычислению нужной суммы. В ноябре правительство приняло поправки о формуле перерасчета именно для тех субъектов, которые выбрали расчет, исходя из квадратного метра. То есть при временном отсутствии потребитель имеет право на перерасчет. И делается он, исходя из количества проживающих. Пропорционально количество проживающих. Вот если кто-то из проживающих отсутствовал, пропорционально времени отсутствия и площади, которые на него приходятся, значит, соответственно, вот формулы внесли. Большое недовольство значительной части потребителей вызовет новый порядок расчета за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества, считает Игорь Кокин. С новым постановлением правительства управляющим компаниям предстоит столкнуться в начале следующего года. Предыдущие 10 лет потребителям средства массовой информации, правительства, депутаты говорили, что они оплачивать коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества не должны, что за них это должны делать управляющие организации. А в этом году правительство сказало, что оплачивать коммунальные ресурсы в полном объеме – это обязанность собственников. Работали со спикером долго и на протяжении всего дня. Также представители управляющих компаний смогли задать специалисту интересующие вопросы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Климент Приховец, ученик 10 класса, лицея номер 15, серьезно увлекается музыкой. Молодой человек был участником масштабного проекта «Нуклеар Кидз», выступал на сценах ведущих театров России и даже снялся в кино. В своем творческом выступлении на конкурсе «Ученик года-2022» Климент сыграл на саксофоне под живое вокальное исполнение. Другие участники конкурса тоже продемонстрировали свои таланты. В этом ребята помогли их друзья. Первый этап ученика года так и назывался – «Я и мои друзья». Городской конкурс «Ученик года» проходит в Сарове в девятый раз. Спустя два года мероприятие снова возвратилось в очный формат. Конкуренция в «Ученике года» всегда очень серьезная. На конкурс заявляются самые талантливые, эрудированные и активные ребята. В заочном этапе участвовали семь человек. До финала дошли пять конкурсантов. На сцене Дворца детского творчества выступили Климент Бреховец, Ксения Маслова, Юлия Тарасова, Сергей Кузин и Александра Кудакова. Конкурс состоял из трех этапов. Помимо творческого номера, ребятам предстояло показать свои знания в интеллектуальном состязании «Я и Рудит». В течение десяти минут участникам было необходимо ответить на вопросы викторины по теме «Народное искусство и культурное наследие народов России». А пока конкурсанты отвечали на вопросы, зрители смотрели творческие номера от коллективов города. Последний этап конкурса «Я – патриот». Финалисты подготовили видеоролики на тему «Будущее рождается сегодня», в котором выразили свою позицию и мысли о нашей стране. У соперников и членов жюри была возможность задать уточняющие вопросы каждому участнику. В старшекласснике покорили зрителей и жюри артистичностью, обаянием и своими многоградными талантами. Выбрать одного победителя было непросто. Вне зависимости от результата, вы все победители. Но на самом деле вы это все почувствовали. И я, ребятам в зале, всем хочу сказать, что надо преодолеть себя. Вырасти над собой, прийти, встать на сцену, перед всеми выступить – это очень сложно. И то, что ребята на это решились и пошли – это уже победа. Впервые за много лет я увидела и отметила сегодня гражданскую позицию каждого участника. Поэтому, ребята, это дорогого стоит. Мы вам желаем также и продолжать именно с такой позиции идти по жизни. Ну и традиционные мои слова – это благодарность группе поддержки. Это благодарность родителям всех наших конкурсантов. Зрители группы поддержки горячо болели за участников. Зал бурно аплодировал каждому финалисту конкурса. По итогам ученика года Климент Брюховец и Александра Кудакова получили дипломы финалистов. Сергей Кузин занял третье место. Ксения Маслова – второе. А ученица третьего лицея Юлия Тарасова стала победительницей и заслужила главный приз конкурса ученика года 2022. Я благодарна своим друзьям, которые мне в этом помогали, еще нашему наставнику Ольге Николаевне. В общем, всем большое спасибо. Без них бы ничего не получилось. Я пока что еще не до конца осознала, но в любом случае я очень рада. Это очень важная победа для меня. Я счастлива просто. После мероприятия финалисты фотографировались и принимали поздравления. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. У нас, кстати, недавно председателя посадили. Лучше, конечно, не стало, но и уж тоже не стало. Получается, просто так мужик сидит. Сельским колоритом со зрительным залом поделилась команда «Ковш» из деревни Старый Кыч. Выступление гостей открыла зимний кубок команд КВН. Опытные юмористы не выходили из своих образов даже во время интервью с журналистами. Больше всего в знакомстве с городом их впечатлил пропускной режим. Мы первый раз в Сарове. И нам показалось, что очень встречайте так. Куда-то в комнату заводят, паспорта забирают. Для нас это было очень страшно, что мы попадаем куда-то, не знаем куда. Паспорт не отдали нам. Да. Мы пока без него. На выезде сказали отдадут. Тут очень тепло встретили. Ну, хоть со снегом, но не чищены у вас. Это вырежет, конечно. У нас тоже не чищены. Один-один. Шутили много и обо всем. За победу боролись четыре молодежные команды Сарова. Рок-группа «Кузькина мать», команда КВН «Алексей Бабин», «Нон-стоп с РФТИ», «Женская сборная в НИЭФ». Каждая пыталась выложиться на максимум своих возможностей. К подготовке подошли серьезно. Готовились очень просто, быстренько написали, скажем так, вместе посидели. И потом начались репетиции. Репетициям уделили больше внимания, чтобы было все четенько, как это сказать, укомплектовано очень хорошо и динамичненько. Для КВНщиков организаторы подготовили два испытания. Первое – классическое для многих юмористов родное задание – визитная карточка. Во второй части разминки игроков проверяли на смекалку и способность импровизировать. Командам задавали вопросы, на которые им нужно было придумать оригинальный ответ. А жюри выставляло оценки. Домом КВН в Сарове по праву считают молодежный центр. Уже много лет на его сцене рождались сотни искрометных шуток на злобу дня. Серия игр КВН и сам зимний кубок стали победителем грантового конкурса «Саров молодежь». Вообще ребята представили, получается, вот этот зимний кубок, подготовку в плане полноценной школы КВН. В идеале мы хотели бы визную школу КВН на базе «Березки». И зафиналить это все кубком 1 апреля. Ну, логично, что в день смеха, как же без КВНа. Зимний кубок КВН-2022 получила команда «Нон-стоп» с РФТИ «Нияумифи». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». В штабе молодежной комиссии правком «Орфиоцвнеев» стоит необычная елка. Вместо гирлянды разноцветных шаров на зимней красавице – письма Дедушке Морозу. Воспитанники Темниковского детского дома-интерната, Богоявленского детского дома и Центры социальной помощи семье и детям из нашего города просят доброго волшебника исполнить их мечты. Дорогой Дедушка Мороз, обещаю тебе, что я буду хорошо учиться и хорошо себя вести в новом году. Прошу тебя подарить мне большую машинку на пульте управления. Заранее благодарю. Благотворительную акцию «Новогодняя сказка» активисты проводят в шестой раз. Принять в ней участие приглашают всех желающих. Сделать это просто. Нужно лишь выбрать письмо на елочке, прочитать его и исполнить мечту ребенка. Перед праздником активисты в образах любимых детских сказочных героев отправятся в теплый дом Темников и Богоявленск и привезут детям подарки и праздничное настроение. Главная интересная особенность этой акции заключается в том, что мы не просто собираем подарки, а вручаем их в очень торжественной новогодней обстановке. Приезжает Дедушка Мороз и Снегурочка. Это члены молодежной комиссии. И они уже в детских домах вручают под елочкой детям. Письма Дедушке Морозу ждут добрых волшебников в штабе молодежной комиссии правкома по адресу улицы Куйбышева, 24, кабинет 108. Дополнительную информацию об акции можно узнать у Евгения Сетрова по номеру 8-987-753-50-54. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Тропинка к Богу. Так называется одна из работ новой выставки Елены Блохиной в библиотеке Маяковского. На картине изображены храм Зосимы и Саватия и колокольня. Сама выставка получила одноименное название не случайно. Тропинка к Богу – это еще и личная история художницы Елены Блохиной. Вера обрушивается на человека, как поток, водный поток. Такое случается. Но я приходила к вере маленькими шажочками. Я посещала библейские курсы. Мы изучали Ветхий Завет. В юности я читала Евангелие. Но все равно, как маятник, кто приближался, то отдалялась от веры. За последние два года Елена Блохина написала 30 работ с храмами Сарова. Часть из них она представила на своей выставке в Зале искусства Библиотеки имени Маяковского. На пастельных картинах изображены храмы Свято-Успенского монастыря с разных, порой самых неожиданных, ракурсов. Работ на выставке совсем немного, но каждый из них отражает особенное настроение и душевное тепло. В планах у меня выставиться еще в Доме ученых. В Доме ученых там будет у меня и пейзаж, тоже городской пейзаж, и вышивка. Я закончила мастерское художественное училище по факультету художественная вышивка. Выставка «Тропинка к Богу» продлится до конца зимних каникул. Посетить ее можно в дни и часы работы библиотеки. За информацией обращайтесь по телефону 994-09. Для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Уходящий 2022 год для Совета ветеранов 8-го микрорайона выдался насыщенным. Ряды Совета пополнили около 100 человек. Ветераны встречались с депутатами и представителями городских организаций, проводили различные мероприятия, праздничные концерты и вечера. Члены Совета – это творческие, позитивные и активные люди, которые не хотят сидеть на месте. Я надеюсь, что также активно мы проведем и следующий год, который приближается, 2023-й, и также будем участвовать в разных мероприятиях, и также, зная о нашей деятельности, о том, чем мы занимаемся, к нам будут приходить новые люди. Подведение итогов уходящего года Саровской городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов состоялось в Доме молодежи. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили тех ветеранов, которые на протяжении года участвовали в подготовке и проведении городских мероприятий, принимали активное участие в жизни организации. Председатель Совета ветеранов Федеральной противопожарной службы номер 4 МЧС России Владимир Белин получил грамоту за высокие личные результаты и значительный вклад в развитие ветеранского движения. Я очень рад и очень доволен. Большое спасибо за это, за оценку моей работы. Я хочу пожелать всем ветеранам города хорошего здоровья с наступающим году. Дай Бог побольше веселой, спокойной жизни. В этом году городская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отметила свой полу-юбилей – 35 лет. Свой день рождения организация отметила череду мероприятий – творческие встречи и вечера, мастер-классы по скандинавской ходьбе, спортивные состязания, праздники города и микрорайонов. Мы очень много сделали, очень много. У нас были всякие поездки, мероприятия по скандинавской ходьбе. Ну, в общем, все сразу сейчас не скажешь, не опишешь, но год был у нас насыщенный. Этот год насыщенный. Просто вот хочется отметить, что действительно организация стала такой мощной, сильной, я бы сказала. В преддверии Нового года для ветеранов подготовили праздничные мероприятия с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки. Также в виртуальном концертном зале для пожилых людей показали новогодний концерт казачьего хора. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Как люди становятся преступниками и какие у них мотивы? Как получают взятку, используя служебное положение? Кто контролирует исполнение законов? Как самим не стать коррупционером? На эти и многие другие вопросы поговорили на очередной классной встрече РДШ в Сарове. В этот раз к школьникам пришел очень серьезный гость. Старший помощник прокурора Станислав Герасимов. Встречу приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией. Тема одна из самых актуальных. Сейчас противодействие коррупции уделяется огромное внимание. И одна из форм противодействия коррупции – это прежде всего просвещение, правовое просвещение. И предупреждение, вплоть даже самых маленьких возрастов. Закон и честь – такие слова стали слоганом классной встречи. В формате живого диалога Станислав Герасимов поговорил с ребятами о честности, жизненных ситуациях и наиболее острых правовых проблемах. Помощник прокурора отвечал на вопросы, приводил статистику по коррупционерам, делился примерами из собственной практики и советами о том, как не попасть на скамью подсудимых и не стать правонарушителем. Школьники проявили живой интерес к теме беседы, активно вступали в дискуссию и размышляли на важные вопросы. Также Станислав Герасимов рассказал о своей профессии и о работе прокуратуры. Мне была очень интересна эта встреча, так как я сдаю общество знания. Мы разговаривали про коррупцию, ранее я рисовала работу на эту тему. Мы затронули очень много тем и даже были споры. Было очень интересно, так как беседа была очень оживленная. Мужчина достаточно добрый человек и атмосфера здесь царила дружелюбная. Много узнали нового, поучительного для сдачи экзаменов, для изучения общества знания. В завершении встречи Станислав Герасимов наградил победителей муниципального этапа конкурса «Вместе против коррупции» в номинациях «Рисунок», «Цифровая графика» и «Слово против коррупции». Лучшие работы школьников разместили на стенде во Дворце детского творчества. После награждения ребята сделали традиционную общую фотографию на память. Светлана Юронова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Провести каникулы с пользой и заработать себе на карманные расходы. Ежегодно более 250 подростков от 14 до 18 лет. Во время летних каникул трудятся в различных городских организациях. Благодаря взаимодействию Молодежного центра администрации города с Центром занятости и предприятиями работодателями, с 2000 года в Сарове действует Молодежная биржа труда. В основном это, конечно, благоустройство территории. Это легкий труд, не причиняющий вреда здоровью. И по законодательству у нас только такой труд разрешен для ребят до 18 лет. Соответственно, это уборка территории, где-то озеленение территории, покраска, возможно, то есть именно благоустройство. Практику трудоустройства Молодежный центр отправил на Всероссийский конкурс Министерства труда и социальной защиты. Всего подали 926 практик от 574 участников из 73 регионов России. Из них в финал было отобрано 218 заявок в 11 номинациях. Саровской практике присудили первое место в номинации «Лучшие практики взаимодействия с работодателем, образовательными организациями и центрами занятости муниципального уровня». Конкурс значимый, очень значимый. Он направлен на выявление лучших практик страны и тиражирование этих практик по другим регионам. И, соответственно, то, что нашу практику, практика вообще называется программа трудовой занятости несовершеннолетних молодых людей города Саров, в рамках которой организована Молодежная биржа труда. То, что ее признали лучшей в стране на муниципальном уровне, это огромная победа.